Квантовый скачок, сразу же запускаю, как пролетаю. Смотрите, как круто. Вообще, это круто. Ой, ну если честно, так холодно. Мы ничего с собой не взяли тёплого. И прям прохладно достаточно. Надо было взять с собой какие-нибудь пиджаки, какие-нибудь кофты, прям холодно очень. Настя, Настя, давай иди сюда. Всем привет. Даша, Даша, привет. Короче, сейчас пойдём спать ложиться. Завтра у нас будет съёмка, потом у нас будет... Мы поедем, получается, по тканям разговаривать с поставщиками. Потом у нас встреча с одним человеком, который хочет открыть бутик в Дубае. по представительству. В общем, огромное количество работы. Ещё и всего два дня мы будем отдыхать. То есть я думаю, что седьмого, восьмого мы отдыхаем. Остальные дни, получается, завтра у нас съёмка. Потом у нас ткани. Потом у нас встреча с представителем, который, ну, во всяком случае, я не знаю, может быть, это будущий представитель. Но будем обсуждать условия. То есть мы на самом деле прилетели сюда из-за этого. Сначала мы прилетели для того, чтобы вообще, в принципе, открыть бренд в Дубае. Связали это со съёмкой. И связали это как раз-таки с выставкой по тканям. Привет. Не спали практически, я не знаю, сколько часов. Женя из соседней комнаты, Оля в эфире. Женя не спит, говорит, Оля, меня не показывай. Меня не показывай. Так что завтра будем для вас бомбить, друзья. Сколько у нас сейчас времени? Пол первого. Ну, московское время такое же. Время, как и практически везде. В общем, будут завтра две красивые модели. Очень красивые. Такие красивые платья, блестящие, кайфовые на Новый год. Оля, здравствуйте. Скажите, сложно ли открыть свой бренд в Дубае? Какие ресурсы нужны? Вы знаете, вот завтра будем этот вопрос обсуждать. Для того, чтобы открыть бренд в Дубае, нужен человек, который здесь живёт. Потому что так не всё просто. То есть просто, если бы мы хотели открыть бренд в Дубае, это нужно либо какого-то человека сюда на постоянку, либо вот кто здесь уже местный житель. Вот, поэтому будем завтра обсуждать... Не завтра, а послезавтра будем обсуждать условия. Будем послезавтра обсуждать все наши договорённости и будем уже принимать решения. То есть если всё сложится, то я думаю, что на следующий год мы будем в Дубае уже... У нас будет магазин в Дубае. Оля, если не написала желание 4 декабря, ещё не поздно прописать на 2,5 года. Вы знаете, сейчас идёт растущая луна. В принципе, вы можете ближайшие 3 дня это делать. То есть прям на растущей луне можно этим вопросом заниматься. Давайте откроем в Италии. В Италии мы будем открывать, когда вопрос с пандемией кардинально будет решён. Сейчас по вопросу... Ну, точнее, в Дубае более-менее есть завязки открыться, есть возможности, скажем так. Ну, вот будем обсуждать. Не знаю пока, чем у нас закончатся переговоры. Семейная пара, которая здесь живёт, в общем-то вызвали нас на переговоры, и мы будем обсуждать все тонкости, посмотрим. Вот. Хорошо ли мы знаем язык? Нет, я плохо знаю язык. В Дубае девушкам что можно в одежде? Мы вообще обычно сегодня одевались абсолютно. Единственное, что если ты в какие-то места, типа такие, едешь в Дубай-молл или в мечеть, там, конечно, строго. То есть там нужно полностью закрывать область декольте. У тебя должна быть... Ну, то есть одежда не формата мини, что-то либо миди, либо макси. Оля, скажите, как убирать страх действовать? Прописала желание на мозг подкидывать страх. Как это реализую? Наташа, не поняла ваш вопрос. Ещё раз сформулируйте, пожалуйста. Оля, откройте ещё в центре Адлерского района в Сочи. В Сочи у нас есть представительство. И как бы, ну, больше... У нас же получается на один город одно представительство. А чё не спим? Да вот сейчас будем спать. Так. Как долго ещё будет затмение? Накрывает ужасно. Хуже сейчас, чем лудное затмение. Карина, получается, затмение у нас было 4 декабря. То есть коридор затмения был до 4 декабря. Ещё плюс-минус 2-3 дня. То есть, получается, до 7 декабря может накрывать. Поэтому не поддаёмся вот всяким провокациям. Я уже говорила об этом. До 7 декабря может колбасить. Вообще очень жёстко. И у меня на самом деле... Не то, чтобы... Надолго ли мы в Дубае? До... Несколько дней ещё здесь будем в Дубае. Получается, завтра у нас съёмка. Потом у нас... Мы поедем по тканям. Нам нужно встретиться с поставщиком ткани люкс. Для одной идеи, очень крупномасштабной. И, получается, у нас ещё в планах встреча с новым... Я не знаю, это будет новый представитель или претендент пока на представительство. То есть, есть желание у людей открыться в Дубае. И мы, получается, приехали. Как раз будем обсуждать эти все моменты. Оля, когда будет квантовый скачок? Квантовый скачок я буду им заниматься сразу же после предприятия. Прилёта. У меня будет вебинар. Я думаю, что в декабре он у меня будет. Первый вебинар такой... Ну, это даже не вебинар. Это будет у нас онлайн-практикум. Вот. И после онлайн-практикума я буду собирать группу. Я сразу хочу сказать, что уже группа вообще огромная. То есть, желающих очень много. То есть, получается, вот сейчас смотрела, больше 1400 заявок уже. Ну, то есть, естественно, мы будем... А всего возьмём 500 мест. Поэтому буду заниматься этим вопросом сразу же после того, как я прилечу. Спасибо большое, девчонки. Я так устала, если честно. Я вообще не спала практически ночью. И в перелёте практически не спала. Такое состояние вообще. Поэтому я выгляжу немножко помятым человеком. Добрый вечер. Можно ли в декабре вводить новшества по работе? До 19 декабря можно запускать любые проекты. С 19 декабря начинается ретро-Венера и до конца января. То есть, какие-то новшества, какие-то проекты. До 19 декабря вообще легко. В какой школе обучались астрологии? Первая школа у меня была Солярис. Потом у меня ещё были несколько школ, которые у меня... Ну, то есть, точнее, я в своей деятельности миксовала. Я обучаюсь хорарной астрологии, обучаюсь индивидуально. И прошла сейчас курс прогностической астрологии. Усилила его ещё больше. И сейчас я иду на коучинг уже в Академию. Коучинг и психологическое консультирование. Олечка, когда можно будет узнать стоимость квантового скачка? Стоимость квантового скачка мы ещё пока не обсуждали, потому что он будет усилен, этот курс. И стоимость будет известна на онлайн-практикуме, потому что пока мы не знаем, пока я не знаю, сколько он будет стоить, потому что мы его будем усиливать. Я его полностью буду перезаписывать. Он будет полностью изменён вообще вот с нуля, вообще с самого начала полностью изменён вообще. Там будет модуль, модуль будет также про личный бренд. Ну и многие очень фишки такие бизнесовые. Так, скажите, пожалуйста, какой инструмент подскажет, в какую реализацию идти, не могу найти себя. Инструмент астрология. Если у вас есть хороший астролог вообще в вашем каком-то поле, то он вам поможет в формате профориентации вам подсказать, какая реализация вам нужна. Юлечка, возьмите мне на квантовый скачок. Квантовым скачком я буду заниматься сразу же после прилёта. Сразу же после прилёта буду заниматься квантовым скачком. Некоторых людей возьму на личную прокачку. Расскажу уже попозже немножечко, когда у меня будет онлайн-практикум, и расскажу полностью про программу курса. Олечка, добрый вечер. Вчера собрались вчетвером подружками и сделали карту желания 22-го года. Очень кофанули и воодушевились. Я очень рада. Спасибо. Спасибо, что вы прям даже слушаете, как я говорю. Молодцы. 4 декабря классный день был. Олечка, вы такая унечка. Я вообще не представляю, как вы столько всего успеваете. Восхищаюсь вами. Спасибо большое. Благодарю вас. Я, девчонки, ничего не успеваю, если честно. Состояние вообще иногда бывает такое, что я утром встаю и не знаю, за что хвататься. Поэтому сказать, что я всё успеваю, нет. Я не всё успеваю. У меня очень много есть, многие моменты, которые меня... Ну, как бы я должна сделать многие вещи, и я не успеваю. Мой тайминг... Ну, то есть производство, бизнес, семья, работа, там, запуски марафонов, блог, ну, то есть свой внешний вид, там, и всё прочее. Друзья. Иногда не всё успеваю. И поэтому... Поэтому из-за этого очень сильно себя иногда даже корю, потому что я не успеваю. Так, сейчас прочитаю ваше сообщение. Оля, у вас бывают страхи перед новым? Как убираете их? Бывают, конечно. Ну, а как не бывают? Они есть у всех абсолютно. Страхи есть абсолютно у всех. Но я привыкла идти в свои страхи. Стараюсь прямо идти. Вот если мне страшно, я прямо иду в страх. Пьёте ли витамины? Если да, то какие? Так, сейчас я пью фолиевую кислоту, потому что я планирую через годик уже беременеть. Пью, получается, так, что я пью омегу пью, потом, блин, магний, витамин D. Так, витамин D, омегу, фолиевую. Так, и ещё несколько витаминов пью. Ну, это вот то, что мне гинеколог посоветовала. Привет, девчонки. Брала несколько консультаций у разных астрологов. Ни один толком ничего конкретного не сказала. Либо мимо. Как быть? Может, астрология не для всех? Лен, ну, просто, может быть, вы были не у астролога, который бы вам подсказал бы. Потому что астрологи астрологам рознь. Оля, добрый вечер. А мне вот очень везёт с вашей малиной. Я уже три раза выигрывала в ваших розыгрышах. Поэтому я теперь думаю, что надо срочно идти теперь к вам на обучение астрологии. А как это связано с астрологией? Не знаю. Астрологией и платье в розыгрыше, я не знаю. Как это может быть связано? Ну, может быть. Я вас всегда буду ждать. Привет. Но обучение астро у нас уже будет после Нового года. В этом году уже не будет. Юлия пишет. А я восхищаюсь, как Коля отвечает в Инстаграм. Это так мило, душевно и по-настоящему. Юлия, спасибо большое. Благодарю вас от всей души. Привет из Кисловодска. Привет. Во сколько сейчас времени? У меня 42 минуты первого. Как убрать излишнюю педантичность, критику в отношениях своих работ, подготовленных для продажи? А почему вы сравниваете свою работу, точнее, почему вы оцениваете свою работу относительно того, как ее оценили? Почему вы не можете сами быть экспертны в своей области? Почему вы не можете задать ценность, исходя из своего мнения? Работайте со своим мнением, работайте со своей решительностью. Вы слишком ориентированы на мнение других людей. Вот и все. Вам нужно работать со своим личным мнением и со своей самоценностью. Почему вы ориентируетесь на мнение других людей? Продолжение следует... 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 Тем более, я очень хотела пойти на астрологию. У меня на натальной карте написано, что мне нужно учиться и передавать знания. Ну всё, Лена, я вас жду. После Нового года будет астромарафон, я буду вас обязательно ждать. Напишите мне в личку, как соберётесь. Почему ваши сиськи маленькие? А у меня сиськи не маленькие. Наваров, Анвар, я вам хочу сказать. У меня сиськи не маленькие. У меня не очень. Ого-го! Яна Астра, Ксюша. Ксюша Шатальна, привет, моя хорошая. Оля, а как вы подбирали модельеров для вашей коллекции? На какие критерии делали акцент? Ну вообще, наша команда собиралась по крупицам, наверное, долгие годы. Вообще, я считаю, что не было никаких критериев. Просто была какая-то синергия всегда. Всё на каком-то вдохновении. У меня никогда нет, если даже я собираю каких-то моделей, если я собираю каких-то людей в команду, у меня нет каких-то жёстких критериев. Просто если человек сразу заходит, он заходит. Вот и всё. Была ли у вас низкая самооценка? Как прокачали себя? Да, у меня очень долгое время была низкая самооценка. С низкой самооценкой я работала, наверное, несколько лет. Да и я даже до сих пор не могу сказать, что она у меня высокая. Не бывает человек, который прям 100% в себе уверен. Все мы в себе когда-то копаемся. И я так же. Я просто сейчас научилась ценить свой ресурс и научилась отпускать мнения со стороны других. Вот и всё. Ну, это очень накопительный эффект. Это не один день. Это не только там работа с психологом, или работа с книгами, или работа там, не знаю, с какими-то фильмами, или марафонами. Нет, это очень большой накопительный эффект. Я могу сказать, что это большая работа над собой. Это не один день, не два дня. Просто это твоё решение, что ну что хватит уже, хватит себя жрать. Вот и всё. Нет, эфир не буду сохранять. Это я, блин, вся такая пушая. Какой эфир? Олечка, как быть, когда близким сначала делаешь за донейшн, а потом понимаешь, что нужно брать больше, потому что уровень растёт? Ты как поступаешь с людскими подругами, кто хочет быть с тобой, но не платит? Не поняла. Что значит? Получается, подруги пользуются твоими ресурсами и не платят? Не поняла, что именно ты имеешь в виду? Спасибо большое. Олечка, прохожу ваш марафон астро. Это просто. Вы с лонышкой несёте массы. Бандитка пишет. Бандитка 04. Спасибо большое. К сожалению, не знаю вашего имени, но мне очень приятно. Сейчас астро-марафон у нас идёт, получается, два потока. Первая астро-распаковка, второе отношение. Девчонки у меня в наших чатах. Олечка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваши первые шаги в бизнесе, что для вас было решающим сдвигом? Очень хочется в ваших уст узнать путь малины. Заранее спасибо. Вы знаете, мне столько приходит сообщений про малину, как я создала, как вообще, как это пришла идея, как это всё, я приняла решение в своё время. Блин, наверное, мне надо будет сделать какой-нибудь прямой эфир отдельный или отдельную какую-нибудь серию сторис написать, потому что у меня на самом деле нет на это времени. А столько вопросов, столько вопросов, как это происходило, как происходил путь, да. Я всегда работала очень много, очень много. Мне всегда это очень... То есть, точнее, когда я выходила из найма, выходила, получается, в бизнес, я ни на что не рассчитывала. Я не рассчитывала ни на какие деньги. Я не рассчитывала на какую-то большую... на какие-то большие суммы. Мне самое главное, чтобы клиент был удовлетворён. Первое время, я там вообще помню наценку, была там 150-200 рублей на какую-то единицу. И мне самое главное, чтобы человек был очень доволен. Ну, то есть, у меня не было... У меня в глазах не было никогда денег. Я не хотела... Точнее, я хотела денег, я хотела финансовой стабильности, я хотела изобилия, но малина создавалась не для того, чтобы заработать. Это вот от чистого сердца было желание как-то вот изменить мир, вот изменить какой-то такой, внести свой вклад в мир моды и стиля. И это вот всё было как-то от души. А потом получилось... Я помню, первые 100 тысяч заработало, когда я такая обалдела, говорю, капец, я заработала первые 100 тысяч. И я очень сильно удивилась, что на каком-то вот этом творческом подъёме, на твоём вдохновении ты можешь ещё и деньги зарабатывать. А потом я это уже монетизировала. Потом уже, получается, было предложение сестрёнки моей, да, мне помогать. Потом мы открыли первый шоу-рум. Потом был уже новый магазин. Ну, то есть, естественно, это были и кредитные карты, это были и кредиты, это были и займы, потому что денег не было. Потому что было очень сложно, на самом деле, первое время. Первый, наверное, год-два было очень сложно. Вот. Это долгий путь. Не за час разговоров, поверьте. Привет, привет. И тем не менее, Оля их ещё не мнёт. Оля, вы в ведической астрологии преподавайте к вам на квантовый скачок. Можно, если я занимаюсь западной астрологией, не будет ли у меня путаницы? У меня, во-первых, западная, западноевропейская классическая астрология с элементами живой астрологии. У меня не ведическая астрология. Не будет путаницы. Потому что я уложила в этот день всю душу, а он запечатлел ничего, выбрал не самый удачный ракурс и говорит, что так увидел. Для чего? С целью, чтобы предостеречь других. Нет, ну если, Юля, есть такое желание предостеречь других людей, ну, пожалуйста, делайте. Ну, делайте это искренне, ну, как бы делитесь своим опытом, делитесь своим мнением, ну, говорите правду, вот и всё. Если есть такое желание, ну, поделитесь. Почему нет? Добрый вечер. Хочется изучать астрологию. Посоветуй, с чего начать и как найти школу. Олесь, смотря, в каком вы городе. Если вы находитесь в городе Москва, то я бы вам посоветовала астрологическую школу Дорогана.